Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. Являюсь автором семинара «Как быстро забеременеть?» И сейчас очень много ко мне пациенток обращаются именно по поводу планирования беременности, по поводу того, что беременность не наступает длительное время. И в этом видео я бы хотела рассказать про проблему, которая беспокоит очень-очень большое количество женщин. А именно это инфекции, передающиеся половым путем. На сегодняшний день для нас это бич, это такой бич, которым из 10 женщин 6 оказываются точно подвержены той или иной инфекции. Вот все-таки как же понять, какие существуют симптомы, чтобы нам распознать ту или иную инфекцию, и все-таки что же с ней делать? Обязательно нужно следить за своим организмом, потому что если мы заподозрить инфекцию, можем только в том случае, если вы будете следить за тем, за симптомами, да, и обращать на них внимание. То есть обычно при, если все-таки случилось инфицирование той или иной инфекции, возникают небольшие, бывают значительные боли в области малого таза. То есть болит сильно, беспокоит, соответственно, тянущие, бывают режущие, разного характера, но боли. Затем возникают чаще всего выделения, то есть меняется количество выделений, они становятся более обильные, имеют цвет, точнее даже сказать, изменяют сильно цвет, потому что в норме у нас бесцветные выделения, соответственно, когда уже случилось инфицирование, вот, да, заражение данной инфекцией, то выделения становятся обычно желтые, зеленые, бывают различных других оттенков, ну, все кроме кровенистых, потому что когда возникают кровенистые выделения, здесь уже нужно говорить о проблемах, именно связанных с патологией эндометрии. Здесь же мы говорим о выделениях, которые меняют цвет, обычно желто-зеленые становятся, и имеют запах, то есть запах может быть разный, в норме выделений нет запаха, да, неприятного, но вот как раз при инфицировании появляется сильный неприятный запах, и обычно так же его бывает описывают и тухлые рыбы, да, и различных других, то есть вы обычно его чувствуют женщины самостоятельно, потому что действительно он такой довольно выраженный, поэтому ни в коем случае не нужно этого бояться, нужно сразу же обратиться к врачу с тем, чтобы диагностировать данный вид инфекции и ее затем пролечить, потому что самые сейчас распространенные для нас инфекции, это, как ни странно, именно гонорея, так называемый в народе трипер, да, его называют, затем уреоплазма, микоплазма, хламидиоз и многие-многие различные. Но, если тем более вы обследуетесь по поводу или планируете беременность, я вам всегда рекомендую обратиться к врачу, и при гинекологическом осмотре можно сдать мазок на эти инфекции. Он так называемый мазок на УГИ, урогенитальные инфекции. Также делается, бывает чаще в лабораториях, его называют именно ПЦР метод, да, ПЦР, так называемое полинеразная цепная реакция, это так называемое микробиологическое название, что с помощью данного метода находят ту или иную инфекцию, то есть не нужно бояться, это просто как бы название анализа. Сейчас нам лаборатории предоставляют большой спектр исследований на данные инфекции, то есть каждая лаборатория обычно у них в прескуранте такие так и называемые пакеты, где перечислено количество инфекций, там обычно минимальное 5-7, то есть обычно 7 встречается инфекций. Вот если вы думаете, что все-таки вы просто обследуетесь для планирования беременности, и у вас нет подозрений, что вы заражены той или иной инфекцией, то можно допустим сдать 7 инфекций, потому что чаще всего здесь у нас находятся самые-самые распространенные, которые чаще всего встречаются, и соответственно если какая-то инфекция даст положительное значение, то мы дальше можем уже конкретно обследоваться на данную инфекцию. Есть конечно и 15 инфекций, там и 11, вы также можете обследоваться, но если все-таки вы не подразумеваете какое-то заболевание, какую-то инфекцию, поэтому хотя бы сдайте на 7, но это обязательно, это очень для нас необходимо, потому что также есть симптомы, да, которые я перечислила, но часто и симптомов не бывает, и эти инфекции протекают бессимптомно, а для нас есть риски того, что они будут дальше влиять на воспалительные процессы в матке, в маточных трубах, что может вызвать серьезный спаечный процесс, что может также навредить оплодотворению, поэтому, или даже быть невозможным оплодотворением, да, из-за того, что непроходимость маточных труб возникает. И данные инфекции лучше лечатся, безусловно, тогда, когда их вывели, а не когда прошел год, два или какое-то большое количество времени, потому что также эти инфекции любят как бы соединяться, да, группироваться с друг другом, и тогда уже нам нужны более сильные препараты, антибиотики более, большего поколения, да, то есть более сильные для того, чтобы излечить. Обязательно, если у вас нашли ту или иную инфекцию, обязательно сводите своего партнера, так дать точно такой же анализ на эти инфекции, потому что, если вы пролечитесь, а партнер не пролечится, то вы будете заражаться вновь и вновь данной инфекцией. Поэтому следите за своим здоровьем. Спасибо, что смотрите данное видео. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, буду рада ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, до свидания. Продолжение следует...